Эти 18 телефонов пытались пронести в исправительную колонию номер 5. Просто передать их не получится, а запрещено. Поэтому придумали другой способ, неординарный. Спрятали в гречку. В автомобиле, который доставлял продукты питания для осужденных под управлением осужденного участка колонии поселения, назовем его ТЭА, чтобы персональные данные разглашать, была попытка доставки мобильных средств связи, которые ухищенным способом спрятали в мешках из-под гречневой крупы. 18 мобильников, 14 гарнитур, 12 наушников и 3 сим-карты. Все это изъяли, а водителя привлекли к дисциплинарной ответственности. А 3 дня назад произошел другой случай, так называемый переброс. Ранее судимый москвич попытался перебросить через ограждение исправительной колонии номер 2 сотовые телефоны. Мужчину задержали. Да, наиболее частая доставка запрещенных предметов действительно средства мобильной связи. Также еще у нас пытаются доставить иногда наркотические средства. То есть эти тоже попытки как бы сохраняются. Ну, вот как бы в настоящее время у нас реализуется комплекс мер, предусмотренный к Советам Безопасности. И основной как бы упор делается на именно предотвращение попыток доставки средств мобильной связи. Наркотики прячут тоже изощренно. Например, в сигаретах между фильтром и табаком. Прячут и алкоголь, в консервах или еде. Найти то, что скрыто в большинстве случаев удается благодаря поступившей оперативной информации. За почти два месяца этого года изъяли 126 единиц средств мобильной связи. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».